Туалет. Такой туалет. Вчера екатеринбургские общественники народного контроля и екатеринбургские сотрудники народной полиции прихлопнули туалет, в котором совершались административно наказуемые правонарушения и барыги наживались на неестественных человеческих нуждах типа пьянства и табакокурения. А ведь изначально должны были гуманно помогать справлять естественные. Контрольная закупка постигла торговую микроточку, которая по адресу Алтайская 64-1 числится как круглосуточный киоск по продаже разносортного товара, дробь безалкогольные напитки, товачные и кондитерские изделия. Когда-то расчет был на то, что совмещенный с санузлом киоск облегчит кучесть водителей автобусов, у которых тут конечный сосновый бор. Но по факту только в этих соснах они теперь и облегчаются. В свое время власти города Екатеринбурга выделили земельный участок под размещение дистанциональных туалетов, чтобы учителям было удобно входить в туалет. Тем более рядом находится парк сосновый бор. Но в свое время туалет перестал работать, и это стал обычный алкаларек. Именно так построили холодильник, пиво, ну и конечно же привычные конферики со спиртом, которые употребляют местные маргинальные личности. Вскрытие показало, что приобрести здесь можно и пару пива, и не только пиво. А появившиеся на Алтайской после контрольной закупки пива полицейские сначала были слегка озадачены, как же правильно обозначить местодействие. Там называется как-то киос? Туалет. Туалет? Или табак там написано? Написано табак, туалет. Потом стали задавать более конкретные вопросы по сути. А коньяк что, откуда? Девушка, коньячок. Тут стоял? Тут стоял. А где-то есть спиртное еще? Нету спиртного. Они тут все обыскали. Посмотрели, да? А кто хозяин киоска вообще? Там и пышник какой-то. На видео скинули. Палец уже, давайте признавайтесь. Продала, да? В ее банке пива. Пиво что? Кому принадлежит? Хозяин. По просьбе владельца данного киоска, вы подавали пиво, да? Или потребовали? Не потребовали. По просьбе? По просьбе, что я не просил. Просто я пришла и приняла то, что есть товар. Вот только что сказали. Приняла товар. В итоге из туалета были изъяты пиво, спирт в фунфыриках, коньяк, ну и конечно же море табака в пачках. Либо без акцизных марок, либо с марками поддельными, либо иностранными. Это само по себе ущерб хозяину не шутейный. Но за ним по протоколу прилетит еще и административный штраф. А они отныне имеют размер такой, что с учетом масштаба этого конкретного бизнеса вполне можно его похоронить. Как он в свое время похоронил туалет. Автобусники, между тем, продолжают по любой нужде гонять с конечной Сосновый Бор непосредственно в сам Сосновый Бор. И совсем уже скоро весна покажет, кто где нагодил. Продолжение следует...